А вы в курсе, что каждое седьмое ДТП, которое происходит в городе Сочи, это ДТП с участием ребенка. Всего же с начала года на магистралях курорта произошло 276 аварий. В них пострадали 329 человек и 36, к сожалению, погибли. Каковы основные причины дорожно-транспортных происшествий на дорогах Сочи, мы разберемся сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но о безопасности на дорогах курорта мы сегодня говорим с заместителем начальника ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковником полиции Александром Кузьминым. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день, Ольга. Рады вас снова видеть в нашей студии. Спасибо, что пригласили. Ну, вопрос безопасности дорожного движения, к сожалению, по-прежнему стоит достаточно остро. На дорогах по-прежнему гибнут люди и Сочи в этом вопросе не исключение. ДТП случаются и в том числе со смертельным исходом. Какова вообще сегодня, как вы можете оценить дорожную обстановку и основные причины ДТП? Статистические данные говорят о том, что обстановка в городе Сочи с дорожно-транспортным травматизмом остается сложной. Так, за 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 276 отчетных ДТП, в которых пострадали люди. 36 человек погибли, 329 получили ранения различной степени тяжести. Естественно, это очень большие цифры. Это связано с увеличением количества отдыхающих в нашем городе, с притоком транспорта, с нарастающей, так скажем, автомобилизацией населения. Вот. В свою очередь, наибольшую беспокоенность вызывает у нас аварийность с участием пешеходов. Также у нас за 2017 год, за прошедший период, зарегистрировано 105 ДТП с участием пешеходов. 8 человек погибли и 108 получили ранения различной степени тяжести. В свою очередь, это неправильный переход проезжей части в неустановленном месте, непредоставление преимущества пешеходам. Основные причины ДТП. Нарушение скоростного режима. Выезд на полосу встречного движения. Вот. Значит, неправильный выбор дистанции. Все это у нас сказывается на росте аварийности. А что касается детского дорожно-транспортного травматизма, какова здесь статистика? И вообще, как вот на эту статистику влияет наличие либо отсутствие детских удерживающих устройств? Ну и ваш совет, как лучше выбрать все-таки автокресло? Дети, как участники дорожного движения, у нас стоят на особом контроле. Также, несмотря на принимаемые профилактические меры отдела МГИБДД и полком ДПС в целом, у нас также в данный момент рост по детскому дорожно-транспортному происшествию. Значит, каждое седьмое происшествие происходило с участием детей в городе. Хочется отметить, что зарегистрировано 42 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка погибло и 50 получили ранения различной степени тяжести. Это очень большая цифра. Значит, наиболее аварийными днями недели отмечены понедельник и суббота. Также хочется отметить, что отдел ГИБДД, в свою очередь, госавтоинспекция в целом проводит большую профилактическую работу. Мы приходим в школы, проводим беседы как с первоклассниками, так и со старшеклассниками, участвуем в родительских собраниях, занимаемся соцрекламой, выпускаем печатные издания, статьи и так далее. Однако в данный момент уровень дорожно-транспортного травматизма с детьми очень высок. Что касается детских удерживающих устройств, значит, вступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях и также в правила дорожного движения. В данный момент, значит, для детей до 7 лет обязательно использовать детские удерживающие устройства кресла или люльки в соответствующей весовой группе. Кресла или люльку можно устанавливать как на переднем, так и на заднем сидении автомобиля. Использование заменителей кресел, таких как адаптеры ремней безопасности, теперь не допускается. И отсутствие подобного детского удерживающего устройства грозит административным штрафом. Для детей от 7 до 12 лет использование детских удерживающих устройств – дело добровольное. Если ребенок находится сзади в автомобиле, тогда он может быть пристегнут штатным ремнем безопасности. Хотя за отсутствие детского удерживающего устройства в этом случае больше не штрафуют, тем не менее отдел ГИБДД рекомендует использовать кресло или бустер. На переднем сидении ребенка обязательно все-таки усаживать в кресло. В кресло то, которое соответствует весу и росту ребенка. Для детей старше 12 лет можно перевозить в любом месте автомобиля без использования детских удерживающих устройств, пристегивая штатными ремнями безопасности. Отдельно отметим, что правительство дает возможность перевозить ребенка, пристегивая лишь ремнем безопасности в том случае, если дети, во-первых, младше 12 лет, которые не могут уместиться в автокреслах, это если ребенок выше ростом более 150 сантиметров и вес его более 36 килограмм. В принципе, детские удерживающие устройства, как мы знаем, они помогают сохранить жизнь и здоровье ребенка, если происходит, как я отметил, нештатная ситуация или, не дай бог, ДТП. Но как показывают рейды, многочисленные рейды, которые вы проводите по наличию либо отсутствию автокресел, сочинцы все-таки используют удерживающие устройства для безопасности своих детей? Да, вы знаете, в последнее время, как показывает статистика, мы проводим рейды практически еженедельно именно по данной тематике. Значит, я хочу отметить, что сочинцы дисциплинированы в этом плане, они максимально используют данные автокресла, либо специальные детские удерживающие устройства. Ну, помимо рейдов по автокреслам, очень много рейдов проходит по так называемому джиппингу. Ну, курортный сезон в самом разгаре, и водители внедорожников предлагают туристам прокатиться с ветерком, ну, и результаты таких поездок часто бывают плачевными. Это ДТП, перевернутые автомобили и, к сожалению, пострадавшие туристы. Как вы контролируете эти экскурсионные маршруты, этот вид перевозок? Значит, я хочу отметить, что рейды по джиппингу проходят практически ежедневно. Практически ежедневно инспектора ДПС работают по данному направлению. И хочется отметить, что очень много составляется административных материалов за технические неисправности, за нарушение правил перевозки людей, за правила пользованиями ремнями безопасности, а также за правила пользования световыми приборами. Хочется отметить, что за истекший период 2017 года нами было проверено более 600 автомобилей повышенной проходимости, так называемый джиппинг. Выявлено 315 нарушений ПДД. Значит, в этой цифре 170 неисправностей, 43 тонированных транспортных средств было, 29 с опасными неисправностями, это при которых запрещается эксплуатация с постановкой транспортного средства на охраняемую специализированную стоянку. Значит, 32 переоборудованных транспортных средства, 8 из них аннулированы регистрацией. Три должностных лица были привлечены к ответственности за выпуск на линию транспортных средств с различными неисправностями. Также 8 водителей внедорожников категории джиппинг были привлечены к ответственности Росприроднадзором за езду в поймах рек. И хотел бы отметить тот факт, что 14.07, как все знают, но, может быть, немногие знают, в Лазаревском районе произошло ДТП, водитель управляет транспортным средством джиппинга, перевозил 6 пассажиров в салоне автомобиля, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Два человека получили ранения. В свою очередь хочется отметить, чтобы отдыхающие гости курорта Сочи, города-курорта Сочи, наши жители, перед тем, как все-таки отправились в поездку, хорошенько подумали, с кем они едут в горы, кто управляет транспортным средством, какое состояние автомобиля. И даже можно спросить у водителя автомобиля, спросить документы, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис. Все это должно у него присутствовать. Плюс путевой лист с отметками об исправном транспортном средстве и о том, как он проходил медицинский осмотр. Это все у него должно быть. Потому что джиппинг – это развлечение очень опасно. Многие этого не понимают. Связано с определенным риском. Поэтому нужно быть внимательным, осторожным. И если водитель нарушает правила дорожного движения, либо как-то неадекватно ведет транспортное средство, я думаю, попросить его вплоть до остановки транспортного средства выйти с автомобиля и лучше прогуляться пешочком. То есть тоже как-то заботиться о своей личной безопасности. Естественно, конечно. Очень много рейдов еще, знаю, проводится по гольф-карам, так называемым. Их очень много, например, в Олимпийском парке. Все ли там в порядке? По гольф-карам мы также очень длительное время занимаемся этим вопросом. Проводятся рейдовые мероприятия. Сейчас удалось упорядочить данный вид перевозок в плане того, что, во-первых, гольф-кары, которые состоят на учете в органах гостехнадзора, они имеют мощность двигателя более 4 кВт. Они подлежат государственной регистрации. То есть водители обязаны иметь водительское удостоверение. Данное транспортное средство получает государственные номерные знаки в органах гостехнадзора и, в свою очередь, осуществляет перевозку пассажиров. Есть те транспортные средства, которые не регистрируются в установленном порядке. Это менее 4 кВт. И с ними сложнее, но, в свою очередь, удалось добиться результатов. Мы работали и с ИАС города, и работали с участковыми, с администрацией. Некоторые транспортные средства данной категории были нами поставлены на охраняемые специализированные стоянки. Водители привлечены к ответственности. В данном направлении, естественно, работа продолжается и будет продолжаться. Ну и в продолжении темы пассажирских перевозок. Многие в Сочи на отдых к морю едут на автобусах. Насколько их техническое состояние сегодня соответствует нормам безопасности? И много ли в этой области сегодня найдено нарушений? Значит, что касается пассажирских перевозок в городе Сочи, также этот вопрос стоит на особом контроле. Госавтоинспекция УУД по городу Сочи за прошедший период выявлено порядка 516 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Установлено 206 фактов наличия неисправных автобусов. Значит, 18 фактов управления автобусами при наличии неисправных и опасных неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства с постановкой на охраняемые спецстоянки. Ну и так далее. Хочется обратить еще внимание на факт нарушения труда и отдыха водителей. 39 фактов было выявлено, что в свою очередь влияет на аварийность. Люди едут издалека, с Ростовской области, с Северного Кавказа, управляют транспортным средством, бывают, допускают столкновения с другими транспортными средствами. Были случаи наездов на пешеходов и с летальным исходом. Значит, в свою очередь, нами проводятся рейдовые мероприятия, направленные на снижение и стабилизацию аварийности. Сейчас, в данный момент, у нас постоянно с инспекторами ДПС на МАГРИ осуществляет контроль технического состояния автобусов на ряд именно госинспекторов технического надзора с диагностическим оборудованием. Все автобусы, которые въезжают в город Сочи, подлежат проверке. С водителями проводится профилактическая работа. Это все фиксируется в журнале и так далее, и так далее. Значит, в свою очередь, здесь госавтоинспекция у нас в городе была инициирована рабочая встреча с руководителями автотранспортных предприятий. За круглым столом мы выработали ряд решений, направленных на стабилизацию аварийности. В свою очередь, проводятся выпуски транспортных средств на линию. Ну и, естественно, систематические рейдовые мероприятия, они проводятся ежедневно. Ну и многие еще, помимо того, как добираются на автобусах, приезжают на личных автомобилях. От того, конечно, количество машин в курортный сезон летом в Сочи возрастает сразу же в несколько раз, и, естественно, образуются пробки. Вот основные заторы в Лазаревском районе, например, это Дагомыс и район Лао. Понятно, что на побережье едет вся страна, и наверняка только силами полиции с этой проблемой не справятся. Но все-таки что делает госавтоинспекция для того, чтобы как-то решить эту проблему? Очень актуальный вопрос. Действительно, прирост транспорта в курортный сезон очень большой. Порядка 15 тысяч автомобилей, а может даже и более в определенные месяцы и дни. Вопрос также этот стоит очень жестко и серьезно. Не только перед госавтоинспекцией, перед администрацией и так далее. В свою очередь, нами были вынесены несколько предложений. Ряд из них уже находятся в работе. Это такие, как обустройство пешеходных переходов надземных, так и подземных. В Лао в якорной щели в Ардане. Собственники дорог Упрудор-Черноморья в данный момент проводят работы по проектной документации. На 2018 год запланировано уже именно возведение данных сооружений. В свою очередь, нами также в Лао были приведены светофоры, все четыре светофора, в единую зеленую волну, так называемую, чтобы цикл соответствовал пропуску транспорта. Соответственно, с нами несут службу также и казачьи формирования, но они несут службу именно по сдерживанию пешеходных потоков на тротуарах. Они находятся на тротуарах и смотрят за тем, чтобы пешеходы не переходили проезжую часть, во-первых, в неустановленном месте, а во-вторых, именно по разрешающему сигналу светофора. Это тоже действенная мера. Далее были вынесены ряд предложений по Лао, для того, чтобы обеспечить пропускную способность. Мы вынесли на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации вопрос о том, чтобы правую сторону со стороны Лазаревская, в сторону Дагомыса. Мы оставили ее под движение транспорта. То есть сейчас там находятся парковочные места и так далее. В свою очередь мы думаем, что это все-таки приведет к улучшению, и заторовых ситуаций будет меньше. В Лазаревском районе тоже есть вопросы. Во-первых, это все обусловлено тем, что стесненные горные дорожные условия и так далее. Водители едут с Российской Федерации, я имею в виду с центральной части, по серпантину, так называемую, ездят нечасто. И все это приводит к заторовым ситуациям. В этом плане то же самое. Например, все знают Мамайский перевал. Сейчас там введен период, когда происходит реверсивное движение в часы пик. То есть в свою очередь это тоже стабилизирует обстановку. Сейчас принято решение с собственниками дорог и с администрацией сделать там четырехполосную дорогу. Схема уже рассмотрена. И все это будет воплощаться в ближайшее время в жизнь. Еще такой интересный вопрос. Есть ли в Сочи факты незаконной установки каких-то дорожных знаков или нанесения дорожной разметки? Может быть водители это делают для того, чтобы облегчить себе как-то жизнь на дороге? И что вообще грозит за такую самодеятельность? И как в этом вопросе, какое участие принимает комиссия по безопасности дорожного движения, которая у нас активно работает в городе Сочи? Значит, многие знают о том, что в городе Сочи до сих пор нет дислокации утвержденной дорожных знаков, дорожной разметки. То есть те знаки, которые установлены на уличной дорожной сети, нанесена разметка, они утверждены схемами, которые принимаются на комиссии по БДД. В свою очередь, да, имелись факты по поводу незаконной установки знаков. Также нами проводились контрольные проверки установки данных знаков, а также нанесения дорожной разметки. Были выявлены такие факты. Значит, одно лицо было привлечено к административной ответственности, как раз по нанесению дорожной разметки. По знакам, естественно, мы мониторим этот вопрос. Он находится на контроле практически ежедневно. Данные знаки, которые были установлены незаконно, они подлежат демонтажу. Значит, мы передаем представление об устранении данных недостатков администрацию. В свою очередь, администрация уже работает по этому вопросу. Но я хочу сказать, что данных фактов незаконной установки сейчас за последнее время их нет. В этом вопросе мы работаем жестко и упорно. Это приятная очень статистика. Александр Владимирович, спасибо большое, что к нам пришли, за интересный разговор и удачи вам в вашей очень важной для нас всех работе. Спасибо, до свидания. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель начальника ОГИ БДД, ОВД по городу Сочи, подполковник полиции Александр Кузьмин. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго, до встречи в эфире. Сочи. 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 Сочи.